Всем привет, снова здравствуйте, TheBrush4R7, сервис пак 3, от ядрик. И по прошлому видео, вот всё, зарегистрировался, скачивается. Модельки Lego, вот такая красота. С этого можно теперь творить, ух, какие возможные дела. Весь смысл в чём был, что смс приходит в спам на почту, есть там такая функция спам, и она приходит именно туда, и надо было нажать и, короче, не ждать эти полтора дня. Всё, внимательно читайте, регистрируйтесь, штуки классные, вы видите, что колесо шикарное, потом рассмотрим, как его сделать в TheBrush, не скачивая. Так, ладно, что хотелось бы ещё в этом видео рассказать, новая программка. Ловим момент информации, поток пошёл, именно случайно всё находится, ну, уже на старой базе. Программа FaceGen, на которую я выкладывал, как с ней работать, как ускорить процесс создания модели. Ну и, походу, на базе её. А программка называется FaceShop. Погнали разбираться, как и что в ней можно сделать. Вот такая программа FaceShop. Очень простенькая, весит 8 с лишним мегабайт. Скачать можно на Яндекс, торрентом или как получится, но очень много программ, которые требуют код. Вот это, по-моему, я не знаю, демо-версия или фри-версия, но, в принципе, работает. Откроем новый вариант. Откроем картинку. Вот такая картинка, вот такой скриншотик у меня. С интернета, опять же. И жмём, вот вы видите, что здесь написано Виктория. Есть ещё Михаил. Но это типа МЖО. И формат ОПШ. Разное разрешение. Вот 1024 на 1024 и 2048 на 2048. Жмём Next. Немножко ждём. Сейчас программка это всё дело просчитает, посмотрит. Вот. Уже началось движение. Сейчас должна выскочить картинка, которая будет нас дальше вести. Вот она. Вот мы её можем перетаскивать куда угодно. И вот она нам показывает. На лоб поставь точку. Как в Индии прям. Тут вот на нос. Тут вот на нос. И под губу. На губу. И под нижнюю губу. Всё как Face Genie. Всё это дело мы вот так вот фиксируем, моделируем. Вот так всё это отмечаем. И сейчас посмотрим, что нам это даст. Картинка очень чёткая, красивая. Вот вы видите, что даже брови есть. Всё классно. Они потом на модели будут смотреться очень чётко. Так. Всё. Вот это мы фиксируем. На нос немножко пару. И на рот точек. Всё. Он показывает. Я всё это тебя понял. Погнал дальше. Next. И вот начинается моделирование именно головы. Вот такая штука происходит. Тут он что-то считывает. Та-дам-та-дам. Говорит, поставь, какие должны быть брови. Нажимаем. Перетягиваем. Вторую точку. И вот так вот аккуратненько нажимаем и жмём Next. Ну а теперь только ожидание, как и во всех прошлых программках, которые я выкидывал. Что да как некоторые программы, которые я выкидываю, это просто обзор. Именно потому, что вот есть такая программа. Смотрите типа. Она вам поможет в работе. Так что не придирайтесь, что я выкладываю программу и не говорю, как в ней что сделать. Это уже самостоятельно вы можете тоже полазить в интернете. Чуть-чуть сэкономить моё время. Времени очень много тратится, чтобы найти более-менее какую-то информацию. Чтобы вам это всё дело преподать. Так что лайки и дизлайки будут в тему. Чем классна эта программа, что пока она вот это всё считывает, её можно свернуть. И работать в другой программе. Она не отключится. В отличие от фейсгена. Вот что-то он мне тут намутил. Это ужас, да? Ну ничего, не беда. Моделька у меня сделана. Это вот потому, что я бровь не так поставил. Так что, опять же, строго не судите. Модель я уже сделал. И сейчас покажу, как она будет выглядеть именно в The Brush. Вы жмёте экспорт. И вот у вас такое вот название модели. Обж. И сохраняете. Давайте покажу, как всё это получается. Опять же, где-то я поспешил. Ну, это, как всегда у меня. А может быть, программа дала сбой. В принципе, то же самое я и делал. Не знаю, почему так получилось. Видать, это у программы есть такая функция. Её нужно перезагружать. А она у меня была включена. Как вариант, опять же. Поехали. Вот такая модель у меня получилась. С тех ракурсов. Именно с одного. Но вот минус есть. И плюс тоже. Плюс то, что модель очень качественная. Вы видите. Очень хорошо прорабатывается лицо. Но в поизгине есть шея и торс. Поэтому вот разница в этом. Ну, а так, модель очень классная. Сетка у неё чёткая. Глаза проработаны. Сетка, походу, ещё больше. Всё хорошо. И вот с этим теперь можно делать любую модель. Можно теперь не заморачиваться. Вы видите, что происходит на фоне 3D-моделирования. Не надо теперь с ноля моделировать тип лица. А можно вот именно, используя программы, взять то лицо, которое тебе нужно, и немножко переделать. И в будущем, наверное, уже будут программы, которые просто будут давать болванки именно типов лица, голов, эмоций. И разных уже готовых таких персонажей, которых просто нужно будет подставлять к какой-то модели. И всё. Печатеры в бетоне, в гипсе, в пластмассе, в чём угодно. Это вот, наверное, будет будущее именно вот этого движения 3D. Потом появится 4D, 5D, как я уже говорил. И появится ещё уйма-уйма всяких станков, программ, заводов. Будет возвращение именно, наверное, к тем технологиям, которые уже были. О которых, наверное, уже вспомнили. Всё, всем пока. Подписывайтесь на канал и опять же дизлайки, лайки. Всё как положено в этом деле. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok